Девушки отдыхают Раиса Константиновна в своей профессии уже почти полвека. За это время сферу деятельности ни разу не сменила. Так и работает уже 49 лет в стенах школы. Я без школы не могу, потому что я уже давно решила, что уйду и не буду работать. 1 сентября меня школа зовет опять. Я опять прихожу и всегда говорю, что я последний год начинаю, а сама потом работаю и работаю. Я люблю, когда дети мои шумят, кричат, играют, бегают. Конечно, огорчаюсь, когда они что-то не понимают, потому что объясняю им терпеливо много-много раз. Мне кажется, мои дети лучше всех. В этом Раиса Константиновна права, как никогда. Самые лучшие дети без устарей доказывают свою любовь первой учительнице. А это вот они мне подарили, потому что я тут не был, меня несколько дней в школе не было. Они меня очень ждали и вот такого лебеди мне сделали. Постоянное ощущение влюбленности в свою работу и романтика преподавательской деятельности распространилась на многих родственников Раисы Семеновой. Ее троюродная сестра Елена Васильева, в прошлом геолог, в настоящем и будущем учитель. Мечта была, что вот бродить, что увлекалась бардовской песней, костры, вот эта вот романтика вся. Все это очень здорово, но при этом очень много читала. И у меня была очень хорошая учитель истории. Так вот, любовь к истории, она вдохнула в меня очень здорово. Это вот одна сторона. Другая сторона. Брат поехал учиться на геолога, приехал оттуда, говорит, геологом тебе не быть никогда в жизни, не пущу. Когда дома вот эти вот педагогические советы, когда обсуждается это все на абсолютно полном серьезе, обсуждается все школьные проблемы, это до такой степени было интересно, что уже потом как-то и раздумий не было. Это мой дорогой, любимый человек, как и всей многочисленной его родственной семьи. Он учитель по образованию и первый урок дал в 1901 году. Век и 4 года столько исполнилось одной из самых почетных преподавательских династий города Красноярска. Ее начинатер Филипп Мирсанов, учитель математики, был раскулачен и всю оставшуюся жизнь проработал конюхом. Но династия на этом не прервалась. Внучка Алла Петровна продолжила семейную традицию, став учителем математики, а потом и директором школы. В 2000 году ей присвоили звание директор века. За это она до сих пор благодарна своему деду Филиппу, который подарил ей первые уроки жизни. Единство. Единство помогало нам выживать. Но рядом был дед. Дед Волжанин. И вечером вот в такой комнатке рассадит нас. И начинает у него был и поэтический дар, и дар рассказчика. И он как начнет рассказывать про историю Волги. И так вот эта сплоченная стайка один за всех и все за одного. Война застала Аллу Петровну и ее брата детьми. Ей только исполнилось 6 лет, Виталию не было и года. Семейное горе разворачивалось на глазах несмышленышей. Помню днем лучистым, я уже подрос. Повели чекистый маму на допрос. Я своим умишкам силился понять, кто же у детишек может мать отнять. Видя эту драму, плакал, как дурак. Увозили маму в сталинский гулак. В их маленьком и осиротевшем доме всегда было живое напоминание матери – пахучая герань. Алла Петровна до сих пор высаживает ее, и в самые трескучие морозы это растение, вопреки всем законам природы, расцветает бутонами.